Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Очень быстро пробежал январь и вот сегодня 1 февраля. Если ответить на вопрос, что нужно сеять в феврале, что уже нужно обязательно сеять, то тут можно ответить так. Ну почти всё. Весь февраль будем сеять перцы, баклажаны, томаты, в зависимости от условий, где они будут выращиваться. В феврале мы начинаем сеять петунию. Кто-то уже посеял в январе, но в январе сеют те, кому нужно высадить её уже в цветущем состоянии. Именно вот январские посевы, они и для продажи сеются. Ну а вообще петунию февраль и март тоже сеем. Вот смотрите, про перцы, баклажаны и томаты, если рассмотреть немного подробнее, то весь месяц с 1 февраля по 28 или по 29, я не знаю, какой нынче будет год, високосный или нет, не смотрела, мы сеем перцы для теплиц. Но опять же в теплицах у нас разные условия. В начале месяца сеют те, у кого теплицы с подогревом, ну хотя бы там какие-то тепловые пушки или инфракрасные обогреватели, любые, неважно. Вот я свои перцы для теплицы поликарбонатовой, не для получения раннего урожая, а просто обыкновенные, буду сеять в первой декаде февраля. Потом те, у кого есть теплицы, но они не подогревают, будут сеять, например, в средине месяца, во второй половине, там вторая, третья декада. И для открытого грунта тоже уже нужно начинать посевы в феврале. В феврале сеются обычно перцы высокорослые, позднеспелые, крупноплодные. И потом можно еще продолжить в марте для открытого грунта раннеспелые сорта. Ну и томаты, конечно, тоже мы сеем весь февраль. Это зависит и от региона, и от условий выращивания. Первая декада в самом начале февраля сеют те, кто будет высаживать в теплице и у кого есть там подогрев. Начинаем, конечно, с высокорослых, как всегда. Я вот тоже буду сеять для второй теплицы, у которой у меня просто инфракрасный обогреватель там повешен. Буду сеять высокорослые, индотерминатные, крупноплодные томаты с 1 по 10 февраля. Я еще не выбрала. Посмотрю там, какие выходные выпадают, какие рабочие дни. Потом вторую партию, вторая декада, с середины февраля уже начинают сеять те люди, у которых есть теплица, но нет подогрева. Или те самые, которые с подогревом есть теплица, но они уже не высокорослые, не крупноплодные, а сорта, которые с более коротким сроком вегетации. Ну и в конце февраля сеют томаты. У нас некоторые сеют томаты те, кто хочет в открытый грунт высаживать под пленочное укрытие. Это уже конец февраля можно начинать сеять. Но только не просто в открытый грунт, а когда вы как-то будете еще какие-то приспособления, чтобы укрывать их на ночь, укрывать их на период похолодания. Но все равно томаты начинаем сеять в феврале даже для открытого грунта. Можно так сказать, что от условно открытого грунта. А для теплиц весь февраль, в зависимости от того, будете вы им немножко подогревать или нет, весь февраль сеем. И первая декада, и вторая, и третья. Как вы поняли, что у нас февраль полностью посевной. И вот я уже, смотрите, достала свой кусочек теплого пола, которым в прошлом году пользовалась, для того, чтобы... Вот в феврале у нас еще холодные периоды бывают. И посевы перца иногда очень долго не всходят. Вы знаете, что проблемы с перцем есть. Вот сейчас в следующем видео буду говорить и про перец, про то, как подогревать. Как мне в прошлом году подсказали зрители, как можно ускорить схожесть перца. Ну и все. А про посевы февраля. В феврале вот еще многие сеют черешковый сельдерей уже начинают. Я этим, ну не выращиваю такой сельдерей, но я знаю, что февраль у нас полностью посевной месяц. Сеем, можно сказать, все. Конечно, кроме того, что мы будем сеять прям прямым посевом в открытый грунт. Все, до свидания. Начинается посева, начинается веселая пора. И веселая, и тревожная, потому что, когда посеешь семена и ждешь, то ли взойдет, то ли не взойдет, то ли вырастет, то ли не вырастет, то ли подогреть или не надо, полить или не надо, но все равно это жизнь. Без этого наша жизнь уже будет какой-то неполноценной. Все, кто имеет огород, они знают, вот это берем у нас сейчас огород, и кажется, что и делать-то больше нечего. Так что, засучив рукава, начинаем в феврале активно массовые посевы. До свидания.